И сегодня же СБУ, а также Украинское министерство юстиции выпутывается из скандала. Украина в нарушении взятых на себя обязательств не пустила наблюдателей ООН проверить информацию о пытках в местах заключения. Получив отказ, международная делегация прервала работу досрочно. О последствиях и о подоплеке событий с Киева репортаж Юлии Ольховской. Новость о том, что делегация ООН вынуждена была прервать свою поездку по Украине, размещена на официальном сайте организации. Сегодня слова руководителя комитета по предотвращению пыток в Киеве цитируют многие местные средства массовой информации. Нам отказали в возможности посетить некоторые места, в которых, согласно поступающим серьезным сообщениям, люди содержатся в заключении и подвергаются пыткам или нечеловеческому обращению. Украина нарушает взятые на себя международные обязательства, принятые в рамках конвенции против пыток, заявляет в ООН. Более того, два месяца назад международная миссия уже фиксировала применение пыток правоохранительными органами в четырех украинских городах – Харькове, Одессе, Днепропетровске и Запорожье. На этот раз наблюдатели должны были проверить, изменилась ли ситуация, но сделать этого украинские силовики им просто не позволили. На вопрос, почему, советник руководителя службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире местного телеканала не ответил. Мы это заявление не комментируем, мы хотим вначале разобраться и посмотреть, что конкретно имелось в виду. Но поверьте, служба безопасности, как правоохранительный орган специального назначения, делает все, чтобы этот процесс освобождения заложников окончить, потому что мы должны забрать всех до последнего. Главное, чтобы было, на кого их менять. По данным российского МИДа, в тюрьмах на территории Украины уже находятся больше сотни россиян. А сколько еще нелояльных нынешней власти украинцев, которым просто придумывает обвинение в измене Родине. Вас просто могут арестовать, и как это бывало со многими и украинскими, и российскими гражданами, при полном отсутствии доказательств, вам просто объясняют, что либо вы будете сидеть в тюрьме в статусе подозреваемого до скончания века, пока не помрете. Либо вы пойдете на сделку со следствием, признаете свою вину, то режим применяет пытки по отношению к заключенным. Причем они применяются как всякими формально независимыми добровольческими батальонами, которых уже практически не осталось, так и официальными структурами режима, в том числе СБУ. Это подтверждает Яна Айзенкович. Она считает, что отсидела в одесской тюрьме за то, что в качестве продюсера сотрудничала с российскими артистами и 2 мая 2014 года помогала эвакуировать сторонников антимайдана из горящего Дома профсоюзов в Одессе. У меня стандартный набор обвинений. 110-я статья, она называется «Сепаративность». 258-я территория – это статья «Терроризм». И 263-я – это хранение и использование оружия. Это стандартный набор для всех, кто считается политзаключенным на Украине. Яне предлагали признать свою вину и получить условный срок. Она отказалась. В итоге суд из трех статей оставил ей одну – «Сепаратизм» и приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Отсидев два, женщина по амнистии вышла на свободу. Не молчать о вопиющем нарушении прав украинцев в виде обращений прямо из СИЗО призвал украинский журналист Руслан Кацаба. Его, как и одесситку Яну, осудили на 3,5 года всего лишь за ролик в интернете, в котором Кацаба объяснял, почему не хочет участвовать в гражданской войне. Обращаюсь ко всем, кто меня слышит с просьбой, как можно больше распространять информацию о том, что сейчас творится на Украине, о том, что сейчас за свободу слова пытают. Если у журналистов из Ивана Франковска, который поддерживал Майдан для собственного государства, вдруг стал его врагом, то что говорить о сотнях жителей Донбасса, которых арестовывают в зоне АТО. Татьяне и Ольге за то, что участвовали в митингах и помогали организовывать референдум в Донбассе, предъявили обвинения сразу по нескольким статьям, включая терроризм и измену Родине. Их успели обменять благодаря минским договоренностям еще до вынесения приговора. Выводили меня в поле, ставили на колени, били, очень сильно били прикладами по спине, по голове, перебили мне сразу переносицу, потом начали пытать меня шокером, подвешивать, выводить на расстрелы, удушение, под собственным весом вырвали плечо, выбили коленку. Я попала в плен в городе Мариуполе, была арестована на остановке батальона «Мазов». Мне надели мешок на голову, щелкнули наручники, пытали, то ли это удушение могло быть пакетом, надевается на голову пакет полиэтиленовый, и сколько ты без воздуха, тебе задают вопросы, ты отказываешься отвечать, тебя душат, пока ты не становишься более разговорчивым. Неудивительно, что у делегации ООН на Украине возникли проблемы, в том числе как раз в Мариуполе, где, как утверждают женщины, их пытали. К слову, полномочия наблюдателей комитета по предотвращению пыток позволяет им беседовать с заключенными без присутствия представителей власти. Тот же журналист Кацаба, признанный Amnesty International узником совести, наверняка рассказал бы европейцам немало интересного о том, как его сделали предателем Родины. Теперь официальный Киев ищет способы, как замять в прессе скандал с сотрудниками ООН. Одна из версий, прозвучавшая в Министерстве юстиции, наблюдатели не допустили в камеры, потому что среди них якобы был россиянин. Это неправда. В делегацию входили граждане четырех стран – Великобритании, Филиппин, Эстонии и Молдавии.